Середина апреля в солнечной столице Татарстана началось нашествие майских жуков или хрущей. Резкое появление насекомых в апреле сколыхнуло общественность, однако эксперты спешат умерить беспокойство. По словам доцента, кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Николая Шулаева, причина тому аномальное раннее потепление, которое наблюдали жители Казани в этом году. В этом году, поскольку аномально раннее достаточно весна, то первые жуки появились уже в середине апреля. Ну и поскольку в этом году в Казани жуки появились уже в середине апреля, значит, видимо, к середине мая уже мы можем, либо будут единичны, либо они вообще исчезнут. Перед тем, как выйти наружу, личинка развивается три года в почве. Для раннего появления жука необходимо, чтобы на протяжении всего периода роста были благоприятные условия. После вылупления взрослая особь живет на протяжении месяца. По словам этмологов Казанского университета, для человека майский жук не предоставляет опасности. Однако хрущ является вредителем сельского и лесного хозяйства, так как поедает самые разные растения. Молодые жуки, которые вот сейчас появляются, они как раз питаются вот этими молодыми листочками березы, дуба, липы, клёна. Но больше всего любят дуб и березу, вот это вот они предпочитают. Могут, в принципе, и яблони питаться молодыми листочками и тоже вредят, но только уже вот насаждениям лесным и в парковых зонах. Вспышка насекомых характерна пока только для Казани. Эксперт объясняет это тем, что в городской среде всегда теплее, чем за ее пределами, где почки распускаются позже, следовательно, и жуки выходят из почвы с задержкой. В Высокогорском и Зеленодольском районах, по сообщениям его коллег, такие нашествия пока не были замечены. Яна Яковлева, Адалина Абдрахманова, Александр Антонов, Универ Новости.